Привет, ребята! Не обессудьте, что у меня постоянно какие-то куски, отрывки. Я сейчас чихну. Во-первых, я Мэрлин Монро. Это так всегда. Если где-то здесь выскакивает прыщик, это всё. Извините. Короче, позавчера или вчера у меня здесь выскочил прыщик, он уже стал болячкой. Но суть не в этом. Суть в том, что я сейчас еду после того... Я буду жёстко тупить. Сейчас расскажу, почему. Я сейчас еду на район, а так-то вообще-то я подавала документы на загранпаспорт. И я встала в 8 утра. Конечно же, вы предполагаете, во сколько я легла. Это всегда очень важная информация. Во сколько я встала, во сколько я легла, во сколько я поспала, что я поела, понятнее дело. Легла я, как обычно, в 4 или в 5 утра. Знаете, я даже не пыталась в час, в два уснуть. Ну как? Как ты тут попытаешься? Вчера я планировала встать пораньше, чтобы лечь пораньше, чтобы сегодня нормально встать пораньше. Но ничего не получилось. Я вчера кучу будильников поставила, все выключала. Думаю, да нафиг, мне же сегодня никуда не надо. Это было вчера воскресенье, сегодня понедельник. И в итоге, как бы, ну, мой план вот этот не сработал гениальный. Но я сегодня встала по первому будильнику. Он у меня стоял на 8 утра. На самом деле, мне можно было встать в 9. Перед камера на полосу. В 9 утра. Перед камера на полосу. Но я подумала, что я хочу с кайфом пить кофе, нормально краситься, никуда не торопиться, не рвать на своей башке волосы. Хочу спокойно, с ветерком, доехать. Записана я была с 11 до 11.30. Я приехала в 10. Нет, я приехала в 10.25. Я уже сидела в машине, кумекала, сторисы записывала. И в 10.58 я уже сидела около кабинета, в который мне нужно. И как бы в 11 я уже зашла. В 11.07 я уже шла к машине. То есть все настолько было быстро и классно. По поводу моего прыща. Он меня не напрягает, потому что, ну, изюминка такая. У меня на несколько дней пофиг вообще. Но, учитывая, что я, ну, не паникерша, а вот в плане документов, сфоткаться. Вы знаете, я скоро вам обязательно... Я уже показывала как-то, но я думаю, что это где-то затерялось. Уже многие точно не видели фотку мою на загранпаспорте, про которую просто слагают легенды, ходят слухи. Я не знаю, как сказать, потому что у меня вечно проблемы на паспортном контроле, когда я куда-то улетаю за границу, еще куда-то, неважно, вечно проблемы, потому что я очень сильно там не похожа на себя. Окей, не очень сильно. Кому-то, может, покажется, что очень, но... Ну, короче, я там ребенок. Это было в 2011 году, меня сфоткали, то есть, ну, 10 лет назад. У меня там другой овал лица, потому что я не сделала тогда, понятно, подбородок. То есть, это все произошло со временем, в течение этих 10 лет. То есть, у меня там не сделанный подбородок, нет ресниц, брови. То есть, я вообще там не накрашена. То есть, я там ребенок, вообще просто ребенок. Вот. И у меня вечно на паспортном контроле из-за этого большие проблемы. Не могу сказать, что прям очень большие у меня проблемы из-за этого, но неприятненько, потому что меня задерживают. Ну, не, не задерживают, не то, что прям с полицией, с охраной, нет. Такого, конечно, нет, но просто долго держат на этом паспортном контроле, выясняют вообще, похожа я, не похожа, просят меня показать какое-то другое выражение лица, потому что я там испуганная какая-то, и вот такие вот у меня глаза, вот такая я там, ну короче, вообще. И мне очень хотелось, чтобы я на загранпаспорте получилась хорошо, потому что сейчас я выгляжу хорошо. Я думаю, что через пару лет я буду выглядеть еще лучше, потому что я чувствую, что я еще цветок, который не до конца распустился. Я не выспалась, конечно, но сейчас я чувствую себя хорошо, бодро, замечательно, прям гуляем, живем, но сегодня у меня фотосессия в 4, не ночи, конечно, дня, и я помню, когда мы с девочками договаривались о фотосессии, причем это было достаточно давно, может быть, даже недели две с половиной назад, то есть очень давно, заранее мы забронировали студию девчонки, потому что какая-то студия крутая, и туда вообще не попадешь, еще что-то, то есть у нас прям будет нормальная движуха, визажист, стилист, луки, шмуки, фотограф, клевая студия. Может, это закрыть, что мне так отсвечивает? Сейчас я начала по поводу этой родинки, уродинки. Я говорю, меня сфоткали на загранпаспорт, говорят, замечательно, просто бомба получилась. Слушай, слушай, что творится, а? Вот лучше пропускать, когда вот такие кончи едут, вот прям вот едет в меня. Мне говорят, что я замечательно там получилась на фотке, даже показывают мне, экран поворачивают, вот, типа, посмотрите, я смотрю, я уже не помню, что я там увидела, типа, нормально это выгляжу или нет. Нормально, но... Переходи камера на полосе. Типа, не то, что пушка, прям взрыв. У меня почему-то такая привычка на документы фотографироваться, волосы назад и за ухо, чтобы было видно лицо, ну, типа, это же так надо, да, наверное, так и надо, но я сейчас посмотрела, что у меня на, типа, российском паспорте, ну, внутренний, да, как бы назвать, у меня волосы вперед и уши закрыты. Может, только для заграны надо. Ну, короче, мне никто никогда ничего не говорит, типа, то, что уберите волосы, соберите еще что-то, волосы назад, откройте уши, типа, никто такого не говорит. Я почему-то сама всегда это делаю. Может, мне один раз только в детстве кто-то сказал, то, что волосы уберите от лица, чтобы было видно четко овал и так далее. Короче, не знаю, я зачем-то спойгала, я ехала, я планировала, думаю, я, так, у меня будет вот такая прическа, типа, волосы вперед, но за ушами, как бы. А в итоге я зачем-то их убрала назад и не знаю. Да нет, в любом случае, вот честно, на загран пофиг. Единственное, кто его видит, это кто? Да никто особо его не видит. Ну, хотя нет, может быть, какие-то, знаете, бренды, компании, с которыми организовываются какие-то блок-туры, еще что-то, организаторы просят, понятно, тоже фотки за гран-паспорту, чтобы билеты заказать, так далее, забронировать. Вот, и девушка, которая меня фотографировала, я говорю, а у меня вот этот прыщик выскочил, такая я прям, все, ей надо рассказывать. Я говорю, он там как родинка, наверное, выглядит, его можно как-то убрать или не видно? Она говорит, да, не видно, нормально. Я просто к чему? Я понимаю, что пофиг, и наверняка из-за этого у меня не возникнет новых проблем на паспортном контроле, типа, ой, вы не похожи на себя, у этой девочки родинка какая-то, у вас нету. Ну, я просто уже обо всем таком думаю, чтобы не было никаких приколов с этой темой, не знаю, у всех так, или только у одной меня проблемы с заграном, потому что реально меня не узнают. Причем меня так бесят, у меня иногда просят какие-то еще документы, которые подтверждают мою личность, еще что-то. Я говорю то, что у меня нету никаких с собой документов, но когда я за границу лечу, да, зачем мне там российский паспорт брать, я его дома оставляю. Я говорю то, что у меня нет никаких документов, и я всегда говорю то, что вы можете полистать, посмотреть визы, потому что на визах я там уже постарше, уже тоже какая-то видоизмененная внешность все-таки, еще что-то. Ну, короче, да, приходится как-то выкручиваться, потому что реально проблемы. Меня даже как-то просили подпись мою на листочке оставить, вот, прямо на паспортном контроле, реально, я вам клюнусь, у меня вечно проблемы из-за этого. Хотя, мне кажется, ну, не настолько, я другой человек, но неужели человек, который сидит на паспортном контроле, он не понимает, что прошло 10 лет, что я там ребенок, как минимум, и как максимум, я чика. С другой стороны, если честно, я не знаю, что я так парюсь по поводу фотки на загранпаспорт. Мне почему-то кажется, что я с этим паспортом буду реально все 10 лет, но по факту я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, ну, не то, чтобы что-то где-то как-то, но как минимум, я думаю, что в ближайшие, там, 2-3 года-то я точно уж выйду замуж, я не знаю, что-то изменится в моей жизни, но мне так кажется, и я думаю, что все-таки фамилию надо будет менять, понятное дело, и тогда уже и документ менять, поэтому я не знаю, что я там так парюсь, я вообще могла приехать не накрашенная, сраная, но я думаю, блин, какого фига, я не хочу, я хочу все равно открывать паспорт, смотрю, ваа, и красивая. Кстати, еще один факт обо мне, если кто-то вдруг его не знает, я, когда не высыпаюсь, очень активная. Ты что хочешь? это ничего хуже общественного транспорта для меня и такси на дороге. Самые сумасшедшие люди. Потому что вот общественный транспорт, они уверены, что дорога их, им все разрешено, они могут подрезать, вай-вай-вай, могут ехать на меня, типа я, ну им пофиг вообще, их не волнует, что может быть мне неудобно, или еще что-то, ну типа их вообще не парит это, они просто, я всегда пропускаю, то есть я знаю правила, я все, я адекватный, законопослушный гражданин, я всегда вот, ну на дороге, тем более, я вообще очень внимательная, осторожная и соблюдаю все правила, смотрю на все знаки, соблюдаю скоростной режим, оплачиваю парковку, ну то есть я не знаю, почему я вообще все это начала вести, меня бесит. я законопослушный гражданин, я знаю, что я должна пропустить общественный транспорт и так далее, но почему они не понимают, что они не одни на дороге в любом случае, ну нужно же как-то, я не знаю, субординацию соблюдать, такая дерзкая, так вот, я не договорила, когда я не высыпаюсь, я очень активная, первое время, потом не усил, такая, я не знаю, как я буду вести себя на фотосессии, потому что обычно, когда я только проснулась, первые сколько-то там, не знаю, 4-5 часов, я реально вообще энерджайзер, так было всегда, это типа, знаете, вот очень рано утром, типа в 6 утра встаешь, 2 часа поспал на самолет, я вообще такая, что, что, погнали, погнали, сейчас полетим куда-то, йоу-йоу, а потом просто овощи лютые, я не знаю, почему так, может, ну наверняка не я одна такая, но многие там мои друзья, знакомые, там типа Слава, Карина, они это, ну, замечали, реально, они это замечали за мной, когда нам куда-то уезжают, рано вставать, ну сколько мы с Кариной тоже и путешествовали, еще какая-то движуха, и я всегда утром очень активная, такая прям, не, ну туплю, конечно, но просто активная очень, у меня есть шанс сегодня лечь, спать пораньше, завтра встать пораньше, наладить режим, пофиг, фэллаут буду играть, так, мне еще 27 минут, я еще ничего не ела, еще у меня в багажнике стул, который я купила брату, Саша, такой же, как у меня белый, который я вам показывала, и еще, видите, там пакет стоит, есть два человека, я разыгрывала платье, и есть два человека, которые мне не написали, не выходят на связь, и это уже было так давно, что я сама уже даже не помню их странички аккаунта, то есть, ну вот типа поучаствовали и забили, и они у меня вот все это время уже полгода, я не знаю, сколько катаются в багажнике, в пакетах, я все собрала красиво, короче, надо их просто забрать, домой отнести, я не знаю, или разыграть, или просто отдать кому-то, я не знаю, я даже не помню, что там у меня лежит, но из, сколько там у меня было, 13, 12, 14 нарядов, все, как бы только два осталось, и вот два человека, ну, которым пофиг, и мне просто надоело, что у меня это в багажнике лежит, я думаю, ну, да, если сегодня понедельник, это значит, началась рабочая неделя, и можно сходить в ресторан, мысли обычных людей, рабочая неделя, надо работать, ждем выходных, пойдем в кино и ресторан, и я, началась рабочая неделя, и идем в ресторан, ну, потому что на выходных невозможно сходить в мои любимые рестораны, и в кино, блин, как я не люблю на новых, чужих районах ездить, где я не знаю местность, дорогу, всякие какие-то разветвления, вот, вообще, я очень хотела Получиться красивый на загранпаспорте И обычно, знаете, ну, типа, вот мое обычное выражение лица Ну, не, не настолько оно грустное и унылое Просто, ну, например, я на паспортный контроль подхожу Вот так А я думаю, так Подождите Я решила сфоткаться вот так Типа приподнять брови, приоткрыть рот Думаю, зачем мне это все надо? Такая дурочка Хочу, просто хочу У меня недавно была автосессия с Настей Фетт Я вам, конечно, нихрена не сняла Потому что я забыла фотик в машине Такая думаю, ну ладно, все уже, вот жду от нее фотки Что, бля, там будет конкурс с магазином Маршрут перестроен Ну, конечно, таксист не пропустит меня никогда Там же какой-то очень хороший и порядочный человек сидит Я не хочу Это вот, знаете, как Стереотипа То, что все таксисты плохие Потому что они, все им пофиг Они едут куда хотят Еще что-то нарушают И так далее Я понимаю, что не все Я понимаю, что есть хорошие люди Иногда мне встречаются такие вот таксисты Просто, вот реально Они иногда мне прям помогают на дороге У меня был один раз такое Что я не могла перестроиться Но не пропускали просто И я стояла Я просто, знаете, как делаю? Вот обычно, вот раньше, поначалу Когда я только начинала водить Да, вот на дороге Все такое волнительное Я, конечно, переживала Очень волновалась И были такие моменты, когда мне бибикали А суть в том, почему мне бибикали? Потому что я просто встала колом И стою, думаю, пошли нахер Это знаете почему? Потому что вот когда Какая-то бывает такая ситуация На дороге, дорога Надо срочно куда-то что-то повернуть Там с правого ряда в самый левый Ну, типа вот такая вот дичь Которая, ну, вот так вот надо Потому что тебе надо повернуть срочно туда Иначе потом жопа будет Ну, или просто навигатор так показывает И вот когда я в такой ситуации Оказываюсь Я не нервничаю Я не тороплюсь никуда Потому что вот это вот Куда? Чего? Вот это нахер не надо Я считаю на дороге Нужно спокойно Посмотреть Последить Если тебя не пропускают И там вот, например, я стою В своем ряду И у меня там уже все машины Вперед уехали А мне надо срочно Налево повернуть И свернуть А слева меня не пропускают Мне похер Вот честно Я вообще не думаю О тех, кто сзади Потому что мне надо туда И вот те, кто слева стоят Они прекрасно видят Что мне надо налево И что из-за меня Из-за того, что они меня не пропускают Не дают мне повернуть Куда мне надо Я создаю пробку Таким образом Я могу сказать Что это они создают пробку Не пропуская меня Да? И я Вот Ну, реально У меня нет такого Что я такая стою Стою Меня не пропускают А мне надо налево Я такая типа Ай, ладно Прямо поеду Нет Куда мне надо Туда я и поеду Бывает такое Что я просто В тот повернула Потому что навигатор Иногда меня так подставляет Вот так подставляет Сегодня, например Он меня так подставил Просто кошмар Когда я ехала как раз Вот И вот один раз Было прям недавно Такое Что таксист Он прям Знаете, что сделал Он передо мной стоял И мне надо было налево И ему типа Надо было налево Он стоял передо мной И, короче Как-то резко Проник В этот левый ряд И остановился Я, получается Вперед проехала И он ждал Чтобы я проехала Ну, короче Не знаю Он видел, что я тоже Туда долго стою Но он как-то вот Запрыгнул туда Ну, короче Вот было мило Прям реально Я это оценила Я это запомнила Спасибо ему сказала Вот Но Это редкость Понимаете Это редкость Очень редко Такое бывает Чаще всего Таксисты Меня подрезают Не знаю, что Не пропускают Пытаются создать Какие-то Аварийные ситуации Ну, вот у меня так Я не знаю Может кому-то Встречаются Вот только вот Я понимаю, что И другие люди Не только таксисты Конечно Но вот преимущественно У меня всегда Получается так Что именно Вот Именно такси Всегда Что-то такое Делают То есть Вот я еду спокойно Все едут нормально Ну, кто-то там Обогнал Как-то перестроился Пофиг Типа Ничего такого Вот прям Знаете Чтобы я такая Типа Ну, что ты творишь То есть Такого нет И всегда Только таксисты Я не знаю Это не то, что у меня Какое-то отношение К ним Нет Опять же Я понимаю Что все разные Не все таксисты Плохие Просто мне Очень часто На дороге Именно встречается Такая ситуация Что что-то происходит Я такая Ну, понятно Это же такси Ну, типа вот так Ему же все можно Ему же похер Я просто знаю Такую тему Не хочу, да Тыкать пальцами И так далее Но я просто знаю Что очень много В такси Работает Ну, фиг знает кто Это знаете Я не говорю Что Я же опять же Таки не про все говорю Но я просто знаю Что есть Опять же таки Не хочу сказать Про приезжих Что-то Это не то, что я какая-то Там типа Москвичка Вай-вай Приезжий Вон отсюда Нет Конечно нет Господи Чтобы вы не подумали Об этом Просто Это как Знаете Типа приезжают Вот сравню с Грузией Даже Вот Даже если представишь Что сидит грузин В такси В Москве ездит Вы знаете Как в Грузии Ездят Это просто ужас Там так страшно Ездить После дороги В Грузии Дороги В Москве Именно вот Как машины себя ведут Это просто благодать Вот чтобы научиться Ездить Это типа Как знаете Самого сложного Начать Нужно поехать В Грузию И там научиться Ездить На дороге Потому что там Сумасшедшие водители Там просто Вылетают фуры Навстречку Несутся На тебя И просто За секунду Только могут Уйти То есть там вообще Сумасшествие происходит Наверное не везде Я думаю в Тбилиси Точно такого нет Хотя фиг знает Но по крайней мере Батуми Кабулете Где я чаще всего Тусуюсь Там вообще Вакханалия происходит На дороге И вот Это просто Один из примеров То есть там Иногда две сплошные Ну и в Москве Конечно бывает Я вижу Что две сплошные Пересекают И думаю Типа Вай-вай Жаль у меня этого Видеорегистратора нету А мне реально Вы знаете Я конечно Не совсем Я не считаю себя дрянью Но иногда Мне так хочется Вот этих вот Крутых Да Понтовых На Мерседесах На БМБ Снять на видео И отправить Куда-нибудь Просто Потому что Меня бесит Почему Они нарушают На плойка А что мы будем делать Что надо Смотри Я так поняла Там просто прямые волосы нужны Ну как бы Если тебе нужно выпрямиться Я захвачу утюг Ну вообще У меня вроде прямые волосы Ну может на всякие захватить Я не знаю Если он у тебя не тяжелый Ну я не знаю Вроде у меня Ну вот я сейчас Еду У меня вроде прямые Но я просто не знаю Насколько они прямые Ну потому что У меня немножко Они вниз Я их подкручиваю Типа Чтобы такое Как прическа была Укладка Все я поняла Легкая волна У тебя есть Не-не-не Волны нету Не-не-не Волны нету У меня просто Они знаешь Как будто загибаются Немножко внизу Как бы вбок Или там Типа от лица То есть Именно я на эту Расческу укладываю С феном Чтобы красиво лежали А не просто тупо Прямо Я поняла тебя Но я возьму На всякий случай Короче Почему-ка вдруг Там девчонки скажут Что что-то надо Ну да Я думаю На всякий случай Пусть будет А то вдруг Я не знаю Ладно Договорились Все До встречи Да Давай До встречи Пока Пока Как мило Первый раз Общаюсь с этой девочкой Вообще Ну типа Незнакомая Девочка-визажистка Казалось бы Так легко Общаться с людьми Я просто помню Как-то комментарий написали Так приятно было У меня тоже была Какая-то фотосессия И мне написали Типа Офигеть Юля только что Познакомилась С этими девочками И так с ними общаются Как будто бы Они дружат Много лет Ну мне было приятно Получить такой комментарий Потому что Поверните направо Поверните направо Учика Какие миленькие детишки Украду одного сейчас Видите Там идут детишки Видимо Куда-то идут Может быть Из садика Или какой-то Дом-досуга У них Так Около колледжей Лучше с камерами Не стоять А то сейчас Кто-нибудь узнает Такая наивная Типа У меня все знают Ой Недавно вообще Такой угар был У нас с мамой Был шопинг Мы зашли в магазин Манго Просто Набрали там Шмоток И Я стою на кассе И девочка На кассе Мне такая говорит Часто узнают Я такая Типа Э? А я Я же со всеми Общаюсь Так Как будто Меня никто не знает Ну в смысле Я Одинаково Общаюсь со всеми У меня нету такого Что тот Кто меня не знает С ними Типа Эй Ча Отвали Ну типа Нет А с теми Кто меня знает Типа Ой да Привет Типа Так приятно Нет Ну как бы Я со всеми Одинаково Общаюсь И Ну как бы Я никогда не знаю Знает Меня этот человек Не знает Я вообще Если честно Об этом Не думаю Раньше Как-то я думала Об этом Знает Не знает Сейчас Не думаю И вот А Часто узнают Часто подходят Девочек Спросил Я говорю Да я так особо Не выхожу Особо Где-то Не гуляю Так особо Так-то Чтобы меня Много кто узнавал Не Ну вот реально Если честно Если я куда-то Выхожу Где людно То обязательно Ко мне подойдут Ну я не знаю Много-немного Людей Уж так не сказать Везде по-разному И каждый раз По-разному Вот Ну если вот сейчас Я выйду Например Может узнают И Тони Пайк Наверное Конечно Раньше Нет Я думаю Узнают-то меня Много кто Твою мать Колледж Они не могут Перестать Переходить Дороги Ну все Теперь еще Мой хороший Могу проехать Слушайте Тут пробку Можно на час Организовать Из-за этих Учеников Ну короче Склифософ Поверните направо Я думаю Что Меня узнают Часто Просто Не все Подходят Потому что Я думаю Все кто Меня узнают Они достаточно взрослые И они думают О Юля Кушман Ну прикольно Ну просто Я такой человек Ну как сказать Во-первых У меня нету кумиров У меня нету такого Что вот я кого-то В детстве Все детство смотрела Как кто-то меня смотрел Может вот здесь Сказать Ты мое детство Я такая Типа Блядь Какая я старая И вообще Как-то уйди Мне обидно Да нет Шучу Мне не обидно Мне приятно Клянусь Мне очень приятно Потому что Я думаю Что То что У нас в детстве Это всегда Что-то приятное Должно быть Это всегда Ассоциации Какие-то Очень приятные Ну вот я для себя Это так вижу Потому что Для меня Музыка какая-то Из моего детства Это всегда Самое приятное И мне всегда Это ближе к сердцу Понимаете Поэтому Когда Кто-то мне говорит Что там Рост на моих видео Там я Это просто Человечек Его детства Ну подросткового возраста Еще что-то Мне это честно Очень приятно С другой стороны Я думаю Так А сейчас Вы уже Меня не смотрите Да Просто ор Нет Смотрят Смотрят Конечно Мне это очень приятно Я думаю Не часто Просто подходят Но узнают часто Потому что Даже Вот я просто Иду Кто-то может Блин На мое самое Любимое Я не знаю Вот в эти моменты Ты прям чувствуешь Себя звездой Когда ты идешь Мимо какой-то Компании Просто мимо людей И К тебе никто не обращается Никто ничего У тебя не спрашивает Не подходит А просто Ты слышишь Это Юля Пушман Вот это я очень часто слышу Не Это приятно Все равно Даже когда не подходят А просто слышишь Такой Ой это Пушман Пушман Все равно прикольно Типа такая Ну да Здорово Такая типа С безда Ну я конечно С приколом Все это Без фанатизма Это мило В любом случае Главное Что Ничего никогда обидного Никто не говорит Это приятно Как минимум Ну ни разу в жизни Такого не было Чтобы кто-то подошел Сказал Типа ты меня так бесишь Или ты мне так не нравишься Никогда такого нет Даже вот так вот В спину Никто не кричит Все Значит Не зря я что-то сделала В этой жизни Раз никто в спину Мне не кричит Всякие гадости Все У меня осталось ехать Восемнадцать минут Ощущение Что я нахожусь Где-то До сих пор Вообще Очень далеко Не на своем районе Где Ребята Я уже на съемке На фотосессии Вот девчонки Знакомьтесь Рассказывайте Как вас зовут Это я уже забыла Наташа Наташа стилист Наташа стилист Наташа фотограф Фотограф Вот такая у нас Классная компания И получится то Что увидите скоро У меня в инстаграме Вконтакте На аватарках Жизнь Да будет просто жизнь Да Будет То Что мы не видели Еще никогда Да Мы уже Поклялись кровью Что никто не увидит Эти снимки Кроме нас Короче У меня там Ничего Поняли Голенькая В общем мы тут Сроднились На дачу Наверное Сейчас вместе Поедем Так что Макияж У меня тоже Сумасшедший Окей Все Такой вот у меня Макияж Сейчас еще Парик наденем Привет ребята Новый день Фотосессия была Вчера И Я когда приехала Домой Ну я жутко устала Конечно Думаю Вы представляете Потому что я встала Очень рано Не выспалась Ну короче Приехала домой Смыла макияж Заказала Мадональдс Легла Кайфовала Отдыхала Сейчас Новый день Я сейчас еду За Настей И Сегодня Впереди камера На разметку Сегодня мы с ней Поедем В магазин Где есть Очень много Красивых платьев И мы будем Выбирать платье На свадьбу Карине Соском Так что Не знаю Очень волнуюсь Я решила Заняться этим вопросом Пораньше Потому что Как я говорила Есть вероятность Очень большая Что мы скоро Улетим И Когда мы прилетим У нас Не будет времени Что-то искать Нам еще надо Со Славой Поехать Найти ему Костюм Какой-то Классный Кстати Этим летом Я побываю На двух свадьбах Точно Потому что Еще у Славы Сестра Выходит замуж Ну Сестра Она ему Как бы Неродная Типа Двоюродная По-моему Или троюродная Не знаю Вот Тоже Выходит замуж В Москве Тоже поедет на свадьбу Это очень клево Вообще Ну типа Я так рада Что наконец-то Наступает момент Когда Я хожу на свадьбу Потому что Реально Я была на одной свадьбе Вот такой вот Сознательно Да В сознательном возрасте Это была свадьба Славяного дяди Когда мы ездили в Молдавию И Вот Это была единственная Сознательная свадьба На которой я была Ну У Карины ЗАГС Но опять же таки Я Как бы Все-таки жду свадьбу Вот эту Которую сейчас будет Потому что Я думаю Что это будет просто взрыв Вообще Башки Мне кажется Что я никогда не побываю На такой свадьбе Как у Карины Будет соском Я не буду смотреть на такие моменты Типа Ой Там нельзя грудь показывать Еще что-то Вот сейчас какое платье Мне понравится Кайф Потому что Помимо Гостей из Армении И вообще там Родственников И так далее Будет еще Будет еще Очень много Молодых ребят И я уверена Что И блогеров Будет много Я уверена Что Не многие Будут как-то Думать сильно Об этом То что Ой Надо прилично Одеться Хотя Вот мы с Настей Болтали И она Говорит Ой Я даже не знаю Как одеваться Надо наверное Что-то такое Закрытое Ну Скромное Плюс-минус Я Как бы Думаю Что Я просто хочу Выглядеть хорошо То есть Мне не надо Чтобы я там была Какой-то Секс-левицей Это Меня не интересует Просто Я хочу выглядеть Классно Красиво Тем более Что я Главная Подружка Я не знаю Будет ли у Карина Такая тема Типа подружки Невесты Я думаю Что нет Потому что Не Может быть и будет Но не будет Наверное У подружек Невесты Скажем так Каких-то платьев Одинаковых Одинаковых цветов Потому что Карина об этом Ничего не говорила Мы это не обсуждали Поэтому Скорее всего Что такого не будет И каждый Нарядится так Как захочет Но самое главное Учитывать цветовую гамму То есть Мне нужно что-то Бежевое Нежное Либо коричневое Можно черное В принципе Это тоже Может быть Будет очень классно Если я буду в черном Каком-то крутом платье Может со стразами Что-то такое Знаете Сумасшедшее Такое прям В армянском стиле В кавказском стиле Что-то такое Шикарное С бриллиантами Ну типа Мне кажется Это тоже клево Будет Главное найти Ну короче Оттенки такие Цветовая гамма Плюс-минус Ну короче Типу бежевая Светленькая Нежненькая Такое Пастельные Тона Сейчас будем смотреть Думать Выбирать Сегодня 31 градус Жары В Москве Я просто Дурак Просто я Глупышка Лютая Потому что Я такая думаю Дома Так Во что наряжаться То Платье черное Ну нет Жарко будет Сто пудово Будет жарко Что-то руки У него там Длинные Черные Думаю Надо черные Кожаные Штаны Надеть Это просто пипец Я такой дурак Я умираю от жары В любом случае Я написала Насте Типа Эй братишка Есть у тебя что-нибудь Хоть ютка Шорты Какие домашние Не важно Хоть что-то Она сказала Что у нее есть Какое-то платье Правда Она тоже кожаная Но я думаю Что все равно В платье будет комфортнее Потому что Ну в штанах кожаных Ну это просто сумасшествие Мне срочно Нужны туфли Классные туфли Не на высоком каблуке Вот типа На вот таком Хочу Очень красивые Видела у Маши Хребко Даже написала Я сегодня хочу Такие туфли Она мне сказала Где их можно купить Поэтому надо будет Сгонять купить Обязательно Очень мечтаю Такие Прям очень красивые Очень красивые И думаю Что очень удобные Это как типа Знаете такие Ну типа даже Не босоножки Не знаю Такая туфелька Очень такая Легкая Ну типа Без всяких там узелков Каких-то зацепок Завязок То есть как Как шлепки Только на каблуке И очень такие элегантные Красивые И под джинсы Я думаю Офигенно будет И под платье Понятное дело Короче хочу Нужны мне такие Обязательно Я еще в прошлом году Хотела такие купить Приехала даже в магазин И там они были Такие недешевенькие Но вот Очень понравились Очень хотела взять Но не было моего размера Был размер поменьше 37 У меня 38 И они мне плохо были Ну типа Можно было Конечно взять Но все равно Некомфортно Я подумала Не нафиг Поэтому да Ищу Короче Вот мне нравятся Туфли типа Ботега Вот эти вот Ботега Винета Или как их там Очень нравятся Такие туфли Но я не собираюсь Покупать Дорогую обувь Типа Ботега Ну как бы нет Не собираюсь Потому что Опять же таки Если уж И что-то дорогое покупать То я лучше куплю сумку Не знаю Может очки классные Купальник Кстати Очень-очень бы хотела Купальник Но это тоже Вот с одной стороны Бред Я не знаю Сколько стоят купальники Брендовые 1030 наверное Или больше Вот Если типа Как очки То можно подумать Но все равно Это же сумасшествие Я же такая Типа Мне надо постоянно Купальники менять Ну как бы Ну мне кажется Что у меня вообще Каждый год Разные купальники Так что да В любом случае Надо будет подумать Покумекать И вот мне очень нравится Стиль вот этих туфелек Типа Ботега Винеты Которые Вот с такой вот штучкой Как типа Босоножки Такие Ну короче Блин Поняли да Очень красиво Хочу такие Я знаю Что таких полно Не Ботега И намного дешевле Поэтому я вот Хочу такие найти Что туфли Ну типа Это как кроссовки Туфли Ну наверное Кроссовки одни Какие-то брендовые Можно было бы Но у меня страх Что они будут Мне натирать А если они Мне будут натирать Это значит Что я зря Выкинула деньги Ребят Вот плод номер один Насыпать Подружки Но оно на мне Не знаю Чуть-чуть Чуть-чуть Да Ну мы смотрим Просто хотя бы Хоп-модели Но Ну да Очень широко Здесь выглядит Какая-то как фея Не Ну не Ну Может быть Спать Ну Я не знаю Юля Не такая Худая Как мы все думали Чуть-чуть Реально Вот это Очень красивое платье Но Не в этой жизни Может Переставаясь Чипсы До свадьбы Влезешь Да делай Ну нет Мне кажется Это просто Ну это Мне кажется Вообще Я не знаю Какой Надо быть худой У меня кого И тут Даже дело Не в груди То есть Мне вот здесь Вот оно Очень сильно давит Не Девчонки Мерили Я просто ощущаю Что здесь Еще можно Если что Тут прям Свободно Есть Есть к чему Стремиться Красивая девочка Очень красивая А что у нас осталось? Красивая Хорошо Красиво А тут такой сюрприз Покажи Красиво Красиво Но вот это Мне велико Только у меня много А так вообще Очень тоже красиво Да Да Реально классно Сначала я подумала Что не очень Ладно Прям Тяжело Такая вот есть Принцесса Красиво Но Вот я такого Фасона Не очень люблю Потому что У меня будет Постоянный страх Что будет опускаться А оно будет В топрите Даже если сюда Еще что-то подожить Я буду Постоянно Переживать Вот хочется Что прям Крепко держалась Или на лямках А так красиво Еще есть волосы Собрать Придется еще На поиски идти Красавица Мне нравится Такая девочка А тебе Ну В целом Ничего Ну не вау Да Ну наверное Поднимай Да Раз хочется Больше Меньше Вот так Нормально Сказать тебе честно Не очень Да Ты какая-то Моль Ну да Какая-то такая Бледня Бледней Ну вот оно Какое-то Нет Оно прям Потемнее Вот это Оно еще По коже Вот так вот Она прямо Моль Натуральная Реально У меня еще Руки Да Да Ну да А это Нормально По цвету Нет Мне кажется Вот это Хорошо Но оно Тоже Теряюсь Нет Вот это Не такая Моль Да Как-то Теряюсь Тоже Как-то Как-то Синем Пошел Синем Очень Пошел Карин Может Ты как Лучше Подруга Можешь Что Хочешь Сделать Ну Давай Ну А что Я просто Из-за Что Белое Мне Потемнеет Ну Вот это Неплохо Конечно Да Отличная Девчонка Все Это Поняли Дошли Да Ну Я не знаю Ну Я не буду Скрывать Типа Это Не свадебное Платье Пусть Все Смотрит Нет Ты Что Надо Скрывать Конечно Мы Вам Но Все Равно Эффект Пау Это Должен Быть Даже Карина Должна Удивиться Сказать Что Это За Красавица Принцесса В неоновом Розовом Ну Подсказку Можно Дать Мы Выбрали Нежного Оттенка Типа Такого Но Не Такое Это Моль Это Моль Я Моль Мнем Короче Да Это Вообще Настя Ура Бюля Вышла В 30 градусов В кожаных Лосинах Мы С Настей Зашли В рандеву Во-первых Вот Как я Выбежу Платье И Я Нашла Вот Такие Туфельки Думаю И под Платье Хорошо На свадьбу Карине И Вообще В повседневной Жизни Потому Что Здесь Видите Такой Каблук Удобный Будет Очень Приближу Это Как раз То О чем Я Вам Говорила Что Хочется Что В стиле Типа Ботега Грубо Говорят Не знаю Пусть я думаю Это будет Очень Удобно Ребята Зацените Какая У меня Движуха Я не помню Говорила я вам Или нет Что мы С Кариной Договорились Пойти Сегодня В ресторан Ну Короче Договорились Я Нарядилась Дети Блин Я еще Каблуки Надела Я еще Выше Стала Ужас Короче Купила Туфельки Сейчас Минуту Вот такие Брандево Стоили 25 Но я взяла За 18 Там была Сегодня Какая-то Скидка 25% Я славен Да Но все равно Это приятно Конечно Очень Короче Так Сейчас Еще Минутка Захотела Захотела купить Дуфли Как раз Таки Во-первых Для свадьбы Карины Под платье Они подошли Я кстати Карине Все-таки Показала Платье Которое Я буду У нее На свадьбе У меня Настя Сказала Не показывай Никому Это бред В плане Может мне Условно Насте Не показать Если я у нее Не спрошу Потому что Мы не общаемся Каждый день Но если Это то Что ты Сегодня Дела То почему бы Не показать Ты же Видела Мое платье Да Я подумала Жу Да Я подумала Что я хочу Ее показать Потому что Я хочу Услышать Ее мнение Потому что Платье Такое Короче Оно Классное Но Я просто думаю Вдруг Я могла найти Что-то Более Шикарное Более Ну короче Не знаю Ну поезди Еще Куда-нибудь Но мне нравится Твой вариант Ты показывала Им Нет Ну вот им Не надо Показывать Потому что Тогда им будут Эффектовать А мне Зачем Эффектовать Ну да Я тоже подумала Тем более Что я видела Твое платье Твое важнее Моего Поэтому я поду Ладно Я буду Крысой И скажу тебе Что я не покажу Наш торт Не надо Я не хочу Я хочу Там увидеть А ты его Видела Уже Форма Большой Не скажу Это значит большой Точно большой Круто Ну не Я знаю точно Что у вас Не будет Миллион слоев Потому что Карина мне Сама рассказывала Что так не делается Я предполагаю Что у вас Будет Не настоящий Торт Где будет Кусочек Где ты вылетаешь Торт А потом Брата Это шутки Ну не Я не хочу Я тоже хочу Чтобы какой-то сюрприз был Но для меня В любом случае Будет много сюрпризов Единственное Что я видела Это твое платье Из такого Самого важного Предполагаю Твой макияж Твою прическу Потому что я знаю Что это будут Будут собранные волосы Нежный макияж Красивый такой А что еще Ты видела еще Мой танец Невест Все видели И музыку Лизгинку Не Это я видела Да Это я видела Да Это я видела Ну кстати Ты могла бы мне дать Пару уроков Именно рук Чтобы я не стояла Как бревно Карина предложила Карина мне предложила Чтобы я пошла Вместе с ней И лесгинку танцевать Учить Еще что-то Ну короче Я сказала Мне лень Не ну вообще Либо я тебя должна Либо один раз Хоть все-таки Надо на всем пойти Потому что я Не очень умею Танцевать Вот эти армянские танцы А у нас их будет Армянских песен Ну типа 50% Ты понимаешь Что 50% Ты либо Будешь себя неловко чувствовать Либо Будешь сидеть Ты же знаешь меня То что я обычно сижу Я знаю К сожалению Но Мне кажется Что тебе надо Так напиться Что захочешь Пляс Ну да Там ничего сложного По факту Там ножками Вот так Смотри Что сложного Это как вот так Так я это умею Брат Зачем мне на танцы Ходить Ну чтобы ручки Ручки Вот Вот нож И Так Очень обязательно Ну вот так просто На самом деле Кто-то делает Вот так Типа позиции Ручками Все я научилась Кажется я умею Главное не сиди Но тут вообще На самом деле Самое важное В целом Я уже умею Танцевать Под армянские песни И даже это люблю Но стоит Заиграть песни Которые мне не нравятся Так что сразу Я не хочу Потому что И так Ну типа Музыка специфическая Но если вот У меня она Не по моему вкус То я хочу сесть Потому что тяжело Под однотонную Пятиминутную песню Делать вот так И не зная слов Даже подпевать не можешь Ну да Ну да Конечно Думаю Что это уже Зависит от музыки Насколько она будет Приятнее уху Да не Ну короче Не знаю В любом случае Слушай Я не танцор Ты знаешь Я не люблю Вот это вот танцевать Но я уверена Что наверняка Уж я Выйду Ручками-то Покручу Ну короче Не знаю Все это очень Волнительно Интересно Так волнуюсь Как будто бы Моя свадьба Вообще Такое грандиозное событие На каждую свадьбу Ты будешь Меньше волноваться Почему? Потому что Там тебя никто Не будет заставлять Танцевать Здесь давление Как будто будет Да не Ты меня не заставляешь Танцевать Ты просто как бы Намекаешь Да Типа Было бы неплохо Тоже конечно будешь Пропуск А идем Спасибо На свою свадьбу Тоже будешь Волноваться Просто у тебя момент Что типа Вдруг тебя заставят Сказать слово На 4 Ой да Я Карине говорю Я же ничего не буду говорить Да С одной стороны Казалось бы Наоборот Я как лучшая подружка Я должна желать Очень сильно сказать тост И так далее Но честно Не хочу Я очень боюсь Я очень боюсь Публичных выступлений Тем более что Там будет очень много людей И для меня это реально Ну как бы страх Ну Я вообще считаю Что на такой большой свадьбе Тостов должно быть По минимуму Ну как я думаю Что это вообще должны быть Только родители И там бабушки Дедушки Если надо Это тоже Ну в любом случае Я понимаю Что тосты Прикольно слушать Тем кому это желают И говорить тем Кто это желает Но что касается Остальных людей Нет Остальными Мне интересно Мне интересно послушать Тост родителей Все Реально Больше Ну Ну согласна Да Но у нас будут Пятиминутные слоты Или пятнадцатиминутные Я уже забыла Три раза вроде бы И любой желающий Может выйти тост сказать Ну не любой Мне кажется Что человек Сам должен понимать Что масштабы свадьбы Не позволяют Выйти и сказать тост Ну вот Любой например Я хочу записаться В эти пятнадцать минут Сказать слово Ну если будет Ну вот будут Понимаешь А потом напишут То что я дрянь Не люблю свою подругу И не вышла В эти пятнадцать минут И не сказала Хотя бы просто За вас люблю Типа можно Я могу Наверное Может я не знаю Напьюсь к этому На момент Соберу Всю эту силу Храбрость В кулак Может лучше Станцуешь Какой-нибудь танец Ой Не-не-не Пойдем через парк У нас прям Свидание с тобой Себет Я так нарядилась Вообще Туфельки надела Красивая Выкинь Примешь эту розу Ну давай Ах вкусная Ну вообще Такая атмосфера В центре Зачем я снимаю себя Смотрите Как красиво Прям вот Надо было сюда Прийти с любимым Я что Не любимый Любимый Какие же у меня Туфельки Красивые Должны быть Удобные Из-за того Что тут Такая Это Но пока Что-то Сейчас Один пальчик Поправлю Кстати Они хорошо Подходят К платью Да Я поэтому И взяла Еще Мы уже с Кариной Сели в ресторан Заказали Хачапури Аджарский Две Штука У меня вино Кола Со льдом Очень захотелось Потому что погода Офигенная И посмотрите Вот мы обычно Там сидим Открыли Вот эти дверцы Прям как на веранде Очень клево А мы сидим Тоже за классным столом Это мой самый Любимый ресторан Я сюда первый раз Пришла с тобой Да Так приятно Что мы находим Вместе Какие-то места Да Это вообще Я не знаю Я Я просто фанатка Этого ресторана Здесь такие вкусные Хачапури Я могу в Славе Каждый день Говорит Пойдем сегодня Мама тут Пойдем Не знаю Я хочу быть Амбассадором Этого ресторана Хочу здесь Каждый день Каждый день Я уже не буду Так сильно любить Этот ресторан Потому что Будет казаться Что каждый день Могу получить А именно Прикольно Что ты ждешь Собрала все-таки Волосы пучок Принесли сырочек С лугуни Хлебушек Такой комплимент Здесь всегда Дают Всегда Будем сидеть Болтать Обсуждаем Всякие свадебные дела И не только Все ребята Принесли Мою любовь Мой любименький Карина уже Включилась В действие Потому что Невозможно ждать Карина уже Везет меня домой Мы уже подъезжаем К дому Очень много всего Обсудили Классного Поболтали Воспредничали Как всегда Всех вас обсудили Все ваши секретики Все ваши тайны Все ваши комментарии В самом деле По-моему Как раз сегодня Мы вообще не обсуждали Да Я всегда так говорю Просто по приколу На самом деле Мы вообще не обсуждали Эти темы Иногда обсуждаем вас Иногда обсуждаем Да Иногда говорим Вот там была девочка Алена Такой комментарий Алена 315 Не шучу Мы даже так Никогда не обсуждаем Просто подкалываю Просто вас подкалываю Короче Отличный день Очень счастлива Что Во-первых Очень счастлива Что сходила В ресторан Потому что Я туда хочу Уже пипец Сколько Во-вторых Очень счастлива Что встретились С Кариной Потому что Мы очень занятые Барышни И реально Вот так вот Просто встретиться Не на съемках Не для дела Какого-то Не для тиктока Мы всегда так же встречались Нет? Да А, да И я это очень люблю Конечно Интереснее Когда Оба пьющих Но я Не, мне пофиг В смысле Я про себя уже говорила Да, я знаю Что типа Мне Тебе интереснее А мне пофиг Наши разговоры Более Такие Душевные Да у нас и так Душевные разговоры Ну короче Все Мы с Кариной потусили Наверное Я буду заканчивать На этом влог Я посмотрю Еще что по материалу Как всегда Это у меня уже фишка Такая Посмотрю Что по материалу Если много То тогда пока Если немного То ждите следующий день Но Представим Что уже много И я с вами прощаюсь Поэтому Люблю, целую, обнимаю Будьте счастливы, здоровы И всем пока